Буквально несколько дней назад я официально запустил цикл видео по билдам ориентированным, в первую очередь под доспехи и мечи, по необходимости каждой из шести ведьмачьих школ, которые мы увидели в игре. Изначально я планировал умещать подобный билд в одно видео, но уже при монтаже понял, что мне просто не хватит сил все это охватить разом, да и видео получится слишком длинным и скорее всего менее интересным под конец, чтобы можно было посмотреть его полностью. Поэтому я решил делать подобное видео в два подхода. В первом видео, как например со школы медведя, которую вы сейчас видите на экране, я буду немного рассказывать о самой школе, делая акцент на манере поведения и стиле боя, возможно даже разделяя каноничные книжные особенности и не каноничные игровые. Далее, определившись с базой, мы будем собирать каноничный билд, учитывая как особенности брони и оружия, так и рассмотренные выше особенности самой школы. Кстати, первое видео о школе медведя и каноничному билду вы можете посмотреть кликнув по ссылке в описании. Во втором видео, которое вы сейчас смотрите, мы разберем путь игровой прокачки, начиная от самого первого доспеха и заканчивая самым сильным билдом на основе брони определенной школы. В нашем случае школы медведя. Поехали! Привет, ковбои! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Мы продолжаем подробнее рассматривать школу медведя и не затягивая разбор, мы сразу возвращаемся в самое начало игры, на 10 уровень. Именно на этом месте мы можем одеть свою первую броню, по крайней мере так было, когда я начинал играть. Но сейчас, с трудом найдя свой 10 уровень, я не только понял, что нахожусь от Скеллиги настолько далеко, что еще даже ни разу не посетил Новиград, но и сделав себе консолью броню, вдруг обнаружил, что она на 19 уровень, и это, мать его, в два раза выше, чем я сейчас. Хотя, следует признать, что это хорошая система. Сначала, на 10, до Новиграда, мы ходим в Грифоне, который находим в Велине, потом в Коте, который располагается в Новиграде, и к 19 мы действительно готовы отправиться на Скеллиге и получить свою броню медведя. Правда, только самый начальный, обычный доспех школы медведя, который не дает по сравнению с легендарным гроссмейстерским сетом, ровным счетом, ничего. Но почему именно Скеллиге? Все просто. Здесь мы находим свои первые чертежи школы медведя, которые принадлежали ведьмаку этой школы, Герду, который, в свою очередь, бежал на острова от преследующей его владычицы Лукоморья, за то, что он отказался выполнять для нее один заказ, который порочил честь и достоинство школы медведя. То есть, мы подтвердили свои слова о том, что школа медведя – это упертые личности с глубоким почтением к правилам и принципам. Герд также зарекомендовал себя как храбрый, благородный и честный ведьмак. Но вот его побег на острова меня беспокоит. Он мог как бежать сюда в совершенно новое место, где его не будут искать, так и поближе к одной из штаб-квартир своей школы, которая хорошо скрыта от глаз посторонних, как Экэр Морхен, в свою очередь. Но это не суть. Судьба Герда нам не совсем ясна. Он либо погиб в тот момент, когда его настигли рыцари Лукоморья, либо все же выжил и погиб позже, во время нападения нильфгардцев на родовую крепость клана Тиршах. В любом случае, эта броня нам пригодится. Давайте теперь попробуем ее сопроводить хорошим набором скиллов. Прошу заметить, что сама броня пока не оснащена никакими элементами защиты. Это просто длинный теплый кафтан, поверх которого надета кожаная кираса. Разве что перчатки выглядят довольно массивными, но и они без каких-либо элементов защиты. На девятнадцатом уровне у меня двадцать девять очков умений. Открыто девять активных слотов под навыки и три слота под мутагены. Мутации нет, ибо Тусент нам пока еще только снится, а добраться и выполнить задание, и даже заплатить мастеру зачарований на этом уровне, ни один обычный игрок не сможет. Так что пока обходимся без зачарований. Как мы уже выяснили, сама по себе броня не обладает пока высокой защитой. А потому полагаться на здоровье и защиту не стоит. Мы будем полагаться на грамотный бой и знание игровой механики. Во-первых, как я и говорил в видео по советам для новичков, первым делом мы берем навык техники нашей брони. То есть это либо кот, грифон или даже медведь. Данное умение обязательно, так как всего одно очко дает огромный прирост в силе, особенно на начальных уровнях. У нас тяжелый доспех, а значит выбирать стоит школу медведя, которая даст нам 20% к силе мощной атаки, а также 20% дополнительного здоровья. Далее переходим во вкладку фехтования и берем умение силовая тренировка для усиления урона от мощной атаки, умение решительность для сохранения адреналина, умение сокрушительные удары для усиления шанса и силы критического удара мощной атаки и умение бессмертия для воскрешения за счет накопленного адреналина. На текущий момент мы истратили 21 очко умений и осталось всего 8. Далее мы переходим к алхимии и берем только умение приобретенная стойкость, чтобы иметь возможность применять больше зелий и отваров. И у нас остается 5 умений и 3 свободных ячейки. Я советую взять 2 дополнительных желтых умения, сосредоточенность для увеличения атаки за счет накопленного адреналина и управление гневом, чтобы применять навыки за счет очков адреналина. Последние 3 очка навыка и 1 слот под активное умение я решил потратить на память тела и усиление атаки от быстрых атак. Мутагены все красные, если есть конечно. Отвары и зелья по желанию и наличию. Сейчас вы наблюдаете за моим боем в данном билде, а я пока немного уделю внимание ответам на вопросы почему именно так. Во-первых, я чертовски не люблю делать начальные билды, так как они ограничивают тебя и количеством слотов, и количеством очков умений. И игра сделана так, что даже самый кривой билд все равно позволит тебе играть и убивать монстров, особенно если снизить сложность. Но в данном случае я прекрасно знал, что я хочу получить в итоге. А то, что показываю вам сейчас, это по сути путь к сильнейшему билду на данную броню. Решительность и бессмертие нужны, чтобы захоронять нам жизнь, пока наши доспехи не станут достаточно сильно защищать. При этом лезвие бритв бесполезно, так как нашей выработки адреналина более чем достаточно. Разрыв можно было бы взять вместо памяти тела, но я не уверен, что оно нам нужно, так как им не так уж и просто пользоваться, плюс он жирает нашу энергию и адреналин. При этом замах долгий, и пока мы его делаем, нас могут убить. А отсутствие адреналина, который мы потратили на разрыв, не даст нам воскреснуть. Приобретенная стойкость нужна, чтобы закидываться двумя отварами и иили, кучей зелий. А также это начало пути к синергии и убийственному куражу. Управление гнева можно заменить на что угодно, хотя в определенных ситуациях данный навык нам все-таки может пригодиться. Что же мы видим на экране? Наша броня хоть и не идеал защиты, но защищает гораздо серьезнее, чем любые другие шмотки позволяют держать удар, а силы атаки более чем достаточно, чтобы быстро убивать субостатов. Да это получается даже лучше, чем я рассчитывал. Следующий этап это улучшенный доспех школы медведя. Чисто с внешней точки зрения, его единственное отличие это большая утепленность, которая в отличие от предыдущей нравится мне немного меньше. Улучшенная броня надевается на 24 уровне. Мы имеем дополнительные 10 очков умений с 19 уровня и того 39, и один новый слог под активное умение. И даже несмотря на то, что все показатели брони выросли, это не сильно отразится на нашем билде. По мере прокачки с 19 уровня доучиваем память тела, и изучаем навык точные удары для увеличения силы и шанса крита быстрых атак. И у нас уже не осталось свободных ячеек, зато есть 3 свободных очка навыка, которые я бы дал умению вихрь, для борьбы с большим количеством монстров, а поставил бы его, пока нет новых ячеек, вместо умения управления гневом. Кроме того, на этом этапе игры я уже могу применять 3 отвара, и у меня есть 3 важных для меня отвара. Экима, для восстановления хп, водная баба, для увеличения урона при полном хп, и вилохвост, для усиления комбинированных атак. Хотя, если честно, я сомневаюсь, что смогу удержать полное хп, при условии, что умения повышенная сопротивляемость у меня все еще нет. Следующий уровень это отличные доспехи. Мы можем носить их с 29 уровня. Не знаю, как в вашей игре, но примерно с 25 по 30 уровень я получил во время событий на острове Туманов и осады Каэр Морхена. И на 30 уровне меня ждала битва с Сынлерихом. Поэтому мы сейчас и проверим, насколько тяжело мне будет драться с этой сволочью в доспехах медведя и с моим билдом. Доспех внешне изменился сильнее. Теперь у нас настоящие бронированные перчатки, на керасе появились стальные кольца, а также небольшой шарф, видимо, для защиты от ветра. У нас 47 очков умений, и на 30 уровне открываются абсолютно все ячейки под активные навыки и все слоты под мутагены. Мы докачали наш вихрь топ 5 уровня, в одну из появившихся ячеек вернули управление гневом, а в последнюю ячейку ставим, наконец, повышенную сопротивляемость для повышения порога передозировки. При этом у нас остается одно свободное очко умений, которое мы закладываем тоже в алхимию. В навык ужас для повышения сопротивления к атакам монстров, или в навыке мутация ткани, презрение к боли, для увеличения здоровья за счет принятых отваров или зелий. Признаться честно, данный билд это практически финальная стадия нашего билда, учитывая тяжесть доспехов. Я бы хотел взять еще навык синергия, для усиления мутагенов за счет умения сосредоточенность, так как синергия выигрывает в приросте к урону. И навык убийственный кураж, для увеличения шанса крита на 50% за каждого убитого врага, за счет управления гневом, так как 100% шанс крита это лучше, чем возможность использовать знаки пару раз подряд. Но для этих навыков мне требуется дополнительные 25 очков умений, так что пока об этом можно просто забыть. И, кстати, еще кое-что. На 29 уровне становится доступен арбалет школы медведя, хотя против Имлериха он и не работает. В любом случае, никаких проблем с его убийством, на сложности на спирт у меня не возникло, хотя его телепортационная комбо заставила биться мое сердце сильнее. Таким образом, мы плавно переходим на мастерские доспехи. Доступны они с 33 уровня, это как раз примерно в тот момент, когда мы готовимся к финальному бою с Дикой Охот. Доспехи уже выглядят как доспехи. Платные наручи и наплечники. Кольчужная мантия, и наша броня стремится получать половину входящего урона. По навыкам я вам ничего нового не скажу, так как для того, чтобы взять хотя бы полную синергию, необходимо 17 навыков, а между 30 и 34 уровнем им появиться неоткуда. Можно, разве что вышеупомянутый ужас, мутацию тканей или презрение к боли, поставить вместо текущих желтых для усиления выживаемости. Но, если собрать все места силы, съесть желудь и пересобрать билд в альтернативный вариант, то синергия и убийственный кураж нам покорятся. Вкладываем навыки только в три первых умения быстрой атаки, решительность и бессмертие, не беря сильную атаку во внимание. Также отказываемся от сосредоточенности и управления гневом. Технику школы медведя меняем на технику школы кота, а навыки от повышения уровня, мисс силы и желуди кидаем на алхимию. Бираем дополнительно ужас, мутацию тканей и презрение к боли, два из которых ставим в активные, и добиваем заветную синергию и убийственный кураж. Вот и все. Это и есть альтернативный билд, который является базой для сильнейшего билда, и который в дополнении кровь и вино мы превратим в законченный. Быстрых атак достаточно для убийства противников, а прирост урона от повышенных мутагенов и 100% шанс крита слегка покрывает необходимость усиливать или прокачивать мощные атаки. То есть в этом билде они даже сильнее, чем в предыдущем. Хотя ни техника школы медведя, ни профильных атак на мощные атаки даже нет. А у нас осталась только финальная гроссмейстерская броня школы медведя, которая выглядит как более обвешенная версия предыдущего варианта с кучей дополнительных сумок, и в котором вместо шарфа меховый воротник. Зато она, мутации и 53 уровень позволяют мне сделать сильнейший билд школы медведя. Сильнейший в рамках подобной игры, это значит с максимальной атакой. И несмотря на то, что сама по себе броня не позволяет увеличивать урон, она позволяет не ударить в грязь лицом и не умереть с одного удара утопца. А то, как увеличить урон, я вам сейчас, конечно же, покажу и расскажу. Во-первых, мы берем все то же самое, что было в альтернативной версии билда на мастерские доспехи. Кровь и вино дарят нам систему мутации, из вариантов которой мы, естественно, выбираем эйфорию, добавляющую урон от уровня интоксикации. На 53 уровне мне хватает очков умений открыть два дополнительных слота медитации, в которые я переношу убийственный кураж и синергию. От умений ужас и мутация ткани я отказываюсь, так как наш уровень брони позволяет играть без дополнительного хп и защиты. И еще у нас есть бессмертие на всякий пожарный. В линейке фехтования вновь беру силовую тренировку и сокрушительные удары для мощных атак, умение легкость ног для уклонения без получения урона и навык смертельная точность для проверки своей удачи и убийства противников с одного удара. Заполняю этими умениями все свободные ячейки, делаю небольшую перетасовку и вуаля! Благодаря трем полным линейкам красных навыков мы получаем плюс 180% к силе атаки и еще дополнительно почти 700 хп. Если у вас уровень ниже, то просто следуйте моему пути от мастерского доспеха, который я сейчас озвучил. Если у вас уровень выше и открыты все 4 дополнительных слота, то просто перетаскивайте туда зеленые навыки, открывайте разрыв и хлипкое оружие и меняйте зеленый мутаген на красный. Еще больше усиливаю атаку в целом на 45% и мощные удары специальными навыками. А если испытываете наоборот нехватку выживаемости, то разрыв и хлипкое оружие можно заменить на ужас, мутацию ткани или презрение к боли. Это не каноничный билд, так как школа медведя тут выступает только в роли защитного доспеха, а все остальное нацелено на атаку. При этом влияние школы все-таки чувствуется. Когда видишь на себе доспех школы медведя, рука сама тянется к клавише shift, чтобы почаще применять именно мощные атаки, меньше уклоняться и чаще бросаться на амбразуру нанесения максимального урона. Мне доставило огромное удовольствие такое глубокое погружение в школу медведя. Но признаться честно, не я выступал инициатором этого видео. Хотя безусловно планы на него у меня были. Этот билд и этот обзор были заказаны и профинансированы одним из моих зрителей. Причем заказ заключался не в идее, а в скорости реализации и повышении приоритизации в моем длинном списке планов на видео по Ведьмаку. Рассказываю я вам об этом, как о возможности поспособствовать скорости выхода и увидеть ожидаемый вами ролик в более короткие сроки, чем оно планировалось мной изначально. Или, возможно, даже заказать свое собственное видео с обзором придуманного вами билда, или интересной, например, лично вам, подборкой из мира Ведьмака. В любом случае, это все обсуждаемо. Более подробно по ссылке в описании или в личку в ВК. Надеюсь, вам понравился этот ролик, который, безусловно, заслужил ваш лайк. А я, Эвойс Ребус, подписки на канал. Ролик получился довольно длинным. Напишите в комментариях, нормально ли смотреть видео такой продолжительности, или лучше было разбить его на два. Хотя лично мне этого делать бы не хотелось, так как все видео посвящено именно прокачке, и делить его на два не очень интересно. Скоро мы вновь встретимся с вами в рамках нового видео по одной из Ведьмачьих Школ, ну а на этом пока, всем пока-пока!